Противодействие торговли людьми, нелегальной миграции, насилию в семье, укрепление экономического потенциала населения, профилактика ВИЧ и СПИДа, а также продвижение гендерного равенства. Это далеко не полный перечень тем, которые находятся в центре внимания членов общественного объединения «Клуб деловых женщин». За два десятилетия организация реализовала множество проектов, направленных на выявление и решение важнейших социальных проблем. Что немаловажно, за эти годы серьезно увеличилось и само объединение. В его ряды вступает все больше активных и целеустремленных представительниц прекрасной половины человечества. У нас профессиональная организация, у нас имеются члены нашей организации, имеются специалисты, которые мы привлекаем по договорам подряда. Также количество этих специалистов постоянно увеличивается, также в организации работают волонтеры. Конечно, количество членов постоянно увеличивается, кто-то уходит, кто-то приходит, но всегда наша организация привлекает все больше людей, заинтересованных в оказании помощи гражданам в нашей области. Безусловно, большинство перечисленных проектов инициированы и проведены членами самого объединения. Однако такой эффективности нельзя было бы достичь без взаимодействия с другими структурами, ведомствами и организациями Брещины. Благодаря совместным усилиям результат получается более оперативным и прочным в долгосрочной перспективе. Деятельность клуба «Деловых женщин» широка, разносторонняя и приносит очень-очень серьезную пользу. Мы очень поддерживаем те общественные объединения, которые действительно видно, что стремятся в своей деятельности, в своей уставной, я подчеркнул бы, деятельности, быть полезными обществу. Своей деятельностью члены объединения клуб «Деловых женщин» могут гордиться по праву. Их работа была высоко отмечена и на областном уровне. Свидетельство тому врученное в рамках круглого стола наградой. Однако останавливаться на достигнутом представители этой некоммерческой организации не спешат. Еще есть темы, которые нуждаются в проработке и идеи, призванные решить имеющиеся вопросы. А это значит, что впереди еще много работы. Сейчас наша организация работает над программой комплексных мер оказания помощи целевым группам в Брестской области. И мы планируем расширять целевые группы и оказывать помощь женщинам, которые оказались незащищенными на рынке труда. И мы внедряем сейчас новое направление в деятельности нашей организации – это финансовая грамотность. Анастасия Стропко, Евгений Просналь, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ».